Мы хорошо знаем своих прославленных соотечественников. На братской земле в разное время рождались талантливые деятели, культуры, спортсмены, политики. Но все те, чьи ежедневные подвиги, как правило, не становятся новостными сенсациями. Они выполняют свой, пожалуй, самый благородный долг, спасают человеческие жизни. Нейрохирург Алиберт Суфианов родился в Вихревке и своим трудом и упорством смог добиться уникальных результатов мирового значения. О человеке масштаба целой страны расскажет Михаил Шептун. Врач, я первое, считаю, это подвижничество. Это такой фанатизм. А еще врач – это преданность своему делу и упорство. Альберт Суфианов – ярчайший представитель российской медицины, нейрохирург высочайшего класса, доктор наук, профессор. Уроженец Вихревки свою деятельность он начал еще в далеком 91-м, в Иркутской детской клинической больнице. А уже через 5 лет открыл и возглавил одну из первых в России делений детской нейрохирургии. Я рос без отца, мама, в общем-то, у меня в медицине никакого значения не имела. Но я все время, всю свою жизнь, мне внушал, что самая благородная специальность – это врач. И что сынок, надо, конечно, помогать людям, и это очень благородно. Поэтому к окончанию, в общем-то, школы у меня не было даже сомнений, куда я пойду и кем я буду. Я четко знал, что я буду врачом, я буду хирургом. Постоянное совершенствование навыков позволило Альберту Акрамовичу спасти тысячи жизней и заявить о себе. Когда в Тюмени приступали к реализации проекта Федерального центра нейрохирургии, более достойную кандидатуру для управления этим процессом вряд ли удалось бы найти. Когда я приехал, в принципе, там было поле за Тюменью, у меня всегда прожило, там паслись лошади вообще. И когда мне поставили задачу очень амбициозную, что здесь через год-два должен стоять центр, который должен не должен уступать там европейским центром нейрохирургии. Конечно, задача была очень такая серьезная, но тем не менее, учитывая масштабность проекта, необходимость для Российской Федерации, я согласился и переехал в город Тюмень, чтобы именно поучаствовать в этом процессе. После этого началась череда бессонных ночей и борьбы с обстоятельствами. На первых порах пришлось столкнуться с отсутствием кадров и неподъемным, как тогда казалось, планом по количеству операций. Самым трудным стал первый год, но Альберт Суфианов из тех, кто живет своим делом. От этого и трудности не проблема. Рабочие дни начинаются там с 5 утра, по сути. Вот сразу идут операции, в день приходится делать там 7-8-10 операций. Это очень большое количество операций, большая нагрузка, поэтому на какие-то увлечения, конечно, времени не остается. Самое главное увлечение, конечно, это баня, потому что она позволяет поддерживать на физической форме хорошую. Вот это самое главное. На остальное уже больше времени. Сейчас центр работает на полную мощность. Его возможности не уступают подобным центрам в Европе и Америке. Задача врачей здесь не только спасти жизнь, но и сохранить ее качество. Для этого в центре активно внедряется технология малоинвазивной, то есть малотравматичной хирургии. Сам Альберт Суфианов берется за выполнение самых сложных операций. Выйти на столь высокий уровень позволило нескончаемое стремление к лучшему. Школа с золотой медалью, ленинская стипендия, вуз с отличием и стажировка в передовых клиниках. Будущий очень молодым человеком меня пригласили японцы к себе на стажировку. Да, я был тогда, скажем, ординатором, жена была аспирантом. Денег не было, маленький ребенок. Я пишу, видите, понимаете, да? Вот, поэтому, ну что делать? От меня было большое желание учиться. Вот, ну мы тогда, в общем-то, я насушил мешок просто сухари. Я посидим мешком и поехал учиться в Японию. Я просто каждый день заваривал несколько сухарей, ел их. На сутки мне хватало, и так вот я овладевал знаниями. Вот только теперь все наоборот. Благодаря колоссальной работе Альберта Акрамовича, Тюмень стала объектом притяжения высококлассных хирургов со всего мира. Для совершенствования навыков в центр приезжают специалисты из стран Европы, Азии и Америки. Альберт Суфианов создал кафедру нейрохирургии при Тюменском медуниверситете. А на базе центра функционирует уникальная лаборатория – 11 мест, оборудованных всем необходимым. И с каждым учеником главный врач работает индивидуально. Повысить свой уровень могут и братские специалисты. У меня, естественно, очень теплое чувство к врачам. Поэтому, естественно, учитывая, что есть такой центр, ну, пусть он будет не менее, раз я являюсь главным врачом, есть возможность организовать такой мост, который будет способствовать развитию медицины в Братске и в Братском районе. Я думаю, что это необходимо сделать. И было общение с мэром, да, и мэр это очень тепло поддержал. Он понимает важность развития медицины вообще в Братске, вообще в этом районе. В родную Вихаревку Альберт Суфианов приезжает по возможности. Получается, один-два раза в год. Приезжает к маме навестить и помочь по хозяйству. Но даже в отпуске продолжает работать. Консультации по телефону, вылет к сложным пациентам. А еще он никогда не отказывается помочь местным врачам. Зачастую от отпуска остается всего несколько дней. Мама Альберта Акрамовича не скрывает гордость за сына. Он все предметы любил, потому что еще я удивилась. Одноклассники вот это приходили ко мне заниматься. Он как учитель им рассказывает, рассказывает объяснение. Он был с малых лет послушный, трудолюбивый. Я не знаю, людей любил, уважал. И вот так он очень хорошим матью вырос. Я рада, очень-очень рада. Я очень счастлива. Счастливая мама я очень. Счастливые тысячи пациентов, которым Альберт Суфианов подарил жизнь. Благодарные тюменцы присвоили ему звание почетного гражданина города. А теперь Альберт Акрамович стал депутатом Тюменской областной думы. Вся его жизнь – отличный пример для каждого. Обстоятельства – не повод отступать. Тем более, если это дело всей жизни. Михаил Шептун, Александр Дудин. Время итогов. На покров до...